сегодня прибыла к нам гостья с юга который не помехи снег и вьюга который живет на южном полюсе все время пребывая в нужном тонусе адрес птицы полуостров антарктический и острова вблизи довольно экзотический зимой температура до 70 а летом минус 50 с хорошей видимостью зовется птица белой ржанкой льдов антарктиды это содержантка нигде у птицы нет родни два вида на земле совсем одни одна из первых записей о ржанке относится к 1876 году с другими птицами земли сравнили белую породу полет напомнил голубины а клюв и голос истина вороний воды боится словно тезка из болот характер курица сварливый вздорный кипенно-белая у птицы оперение довольно плотное густое дают возможность птицы зимовать там где зимовка дело непростое широкий крепкий клюв поможет в пропитании над клювом есть чешуйчатый нарост и по-научному зовут наших пернатых лопата клюв или футляра нос полярники зовут печук футлярики и удивляются тому как птица ест еще прозвали антарктические дворники поскольку ест все то что есть окрест морские водоросли и моллюски на обнаженные прятливые литорали объедки человека трапезы и падаль рыбы крабы туши что волны на берег пригнали что можно постепенно скушать чужие яйца если попадутся птенцы пингвинов если вдруг найдутся все чисто убирается до крошки отличный дворник ходит по дорожкам но удивляют в птицах тех по час что белоснежным остается их окрас а как вы думаете птицы выжить могут на полюс холода решив податься они умеют плавать но не любят воды по-моему пернатые боятся а на ногах у птицы нету перепонок то есть нормальный сухопутный вид он в море корм добыть никак не сможет а в антарктиде с кормом дефицит и ржанка белая в машину превратилась по поеданию всего мало съедобного и стала граждан честных обирать лишая корма их из моря принесенного что интересно лишь одну семейку футляра носов птиц при гнездовании снабжают кормом 300 пар пингвинов делясь невольно с ржанкой пропитания не плавают и не летают охотят большую часть дня печуки как куры нервными рывками кивая головой друг другу полет у белой ржанки как у чибиса как у него длина и ширина крыла и может ими энергично резко делать махи вот только шасси верх не подняла способна пролетать большие расстояния до 700 от дома километров и может следовать за кораблями на них присаживаясь отдохнуть от ветра когда никто печугу не гоняет футлярики как будто бы ручные разгуливают средь людей цыплятами заглядывая в окна ледяные вообще характер у пернатого не сахар давно проставил или съели он агрессивен любит драки самцовые шпоры постоянно в деле а вид другой у ржанки темно лиц а в остальном все схожие у птиц и образ жизни характер тот пингвин кормилец рядышком живет подальше правда от мороза стужи живут они им домом служат те острова в индийском океане что от людей скрываются в тумане то острова крозы и каргелен там климат влажный дождик непременный он 300 дней в году идет все льет и льет идет и льет там не бывает ниже и хладнее пяти и до 15 тепла смог градусник дойти другие там реалии другие аномалии сейчас мы снова в антарктиду на пути футлероносы птицы перелетные и гнездовой период север посещают для них это пещеры каменисты южной америки чей берег заселяют летят на север молодые и птицы что не размножались а пары взрослые семейные так в антарктиде и остались футлероносы моногамы и пары птичьи постоянны гнездятся птицы коллективами с бакланами и важными пингвинами им легче так всегда кормиться баклан пингвин давай делиться самец немного покрупнее и кровь его погорячее как голубь церемонию поклонов устроит он для самочек знакомых а гнезда строится вдвоем и в щели в пещере для нужд рательства берут траву и мох и перья лишь очень редко птицы в нем выстилку устроит гнездо довольно рыхлое незрачное простое как только первое яйцо появится у птицы садится самка на него и месяц это длится а через день или через два а может и неделю появится еще яйцо чтоб тоже обогрели но только с первенцем в семье обычно хорошо последние вкладки слабый нет шансов у него но птенчики у ржанки такие обаяшки друг другу помогают все рыжие милашки и если пищи много в сезон вокруг бывает то все футлярики птенцы прекрасно выживают но в основном один птенец у пары остается ведь в актиде выживать не всякому дается и после гнездования они летают стаи одни полярников опять у домика встречают а кто-то сел на льдину на эсберг голубой и в путь пустился дальний за вкусную едой вот так вот и живут романтики антарктики печуги белоснежные снегов сплошных фанатики любители морозов не чувствуют угрозы им их не прельщает земли где теплый климат розы эндемики снегов и жутких холодов как могут выживают и землю украшают